Хочу поделиться своим опытом. На моей нынешней работе мы проводили измерение площади листьев тополя пирамидального. Было шесть проб, в каждой по 250 листочков. То есть это очень большой был объем работы. И наша задача была произвести замер площади всех этих листочков. И мы обводили это по миллиметровке. Считали количество квадратных сантиметров. Но было очень много ошибок. И поэтому мы приняли новый метод. Это сканирование этих листочков. Потом забивание в программу из цветного изображения. С помощью этой программы мы определяли количество пикселей. А с помощью третьей программы мы определяли площадь этих закрашенных пикселей. То есть это очень длительный и очень трудоемкий процесс. Я бы попросил с помощью этой волшебной палочки, чтобы площадь этого листочка, который в данный момент измеряю, сразу же переносилась в Excel. В нужную мне ячейку. Так бы я ускорил процесс измерения площади, а также получение результатов данного исследования. Так как, чтобы измерить площадь листьев, это же как бы... величина, скажем так, неоднозначная. Но из этой величины можно получить очень интересные такие данные. Такие как адаптивный потенциал, площадь, например, фотосинтетической активности, например, на поле. Можно это все определить с помощью этого числа. Вот тут, как бы, если бы была волшебная палочка, я бы ими воспользовался ими по назначению. Весьма, скажу вам по своему опыту, весьма очень увлекательное и очень полезное, интересное приложение. Нынче 21 век, век компьютеризации. Фактически у каждого человека присутствует мобильный телефон с операционной системой Android. Вот у меня тоже есть такой телефон, и установив на свой телефон это приложение, я измерил 10, либо 12 листочков всего лишь за каких-то 3 минуты. То есть я это все сделал очень быстро. А еще, скажем, создатели этого замечательнейшего изобретения мне сказали, что можно производить замеры площадь листов, не отходя от самого дерева. То есть благодаря супер-пупер модной подставке это можно делать, не отходя от дерева. Это очень здорово, очень прикольное, классное приложение. Я пользовался таким, честно.